чем занимается опять супчик мягкая мягкая знаешь жуешь и даже можно чтоб можно было не жевать сразу углокать да надо мясное пюре делать хочу решил опять супчик мы только доели доели супчик картошка там есть и еще и плов есть у нас с дня рождения морозил дамы плов заморозили пропадает жалко я хочу тыквенную кашу сделать опять уже сколько борщик на супчиков было спасение тыквенной каши ой снег шел сегодня ой не надо окно помыть яши видел снег я думал ты снег не видела ну в доме это бегает пожалуйста пожалуйста друг за другом хочу еще поделать стеллажи ну он не стеллажи вот эти для зимнего огорода грядки да копей на улице снег тает копей ты прям сегодня это в бытие все моешь стираешь к геранька нет не собирается свести коснулась и так запаха хвостик хвостик честно не хочу переодеваться надо выгнали вот такая у нас дорога тротуара на нашей улице нету ходим по травке сейчас не пройдешься дорога хоть гравий это тоже хорошо там до садиков до перекрестка дальше асфальт тут тут обещали тоже или вот или два назад уже положить асфальт на этом перекрестке вниз ну все буксу и уйду пойду мимо соседа а тут тоже буксует вот здесь собирались вниз асфальт ложить там у нас дом творчество и хотели здесь асфальт положить но что-то пока тишина наверно бюджет пока не позволяет в детстве помню эти дороги были все грунт даже гравия не было наберешь сапоги снега ничего многие будут мокрые чё сходил я за вашим хлебом это хорошо может со мной пойти погулять раз пойду там подоны разломать а чё то что мне надо было штаны еще один а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая задумка продолжается Конечно еще делать и делать Ну делать и делать Еще одну Две Две Еще две Одна будет Может немножко Короче Одна будет такая же Одна может быть Чуть-чуть короче Вот у меня помощница моя Незаменимая Дрова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А что это тоже что ли Сгорела лампочка А это то что я делал Сгорела? Короче все это ерунда это тоже посветится чуть-чуть короче это все ерунда сделайте сгорели она будет гореть но если наверно последовательно если одна сгорает на другие уже больше будет распределяться нагрузка все это ерунда короче на пол вечера хватило лампочки а то вообще не хватило вкрутила не надо друзья лампочки ремонтировать не ведитесь на это выбросим не все может быть тебе уже этот как это на поток продавать то не за вечер сшила не за вечер точно не сошли сейчас я думаю спать и искупать и спать укладывать если бы я немножко раньше начала может я бы и сшила я думаю пока сегодня приготовлю выкрыть ну так а шить наверное я уже сегодня не буду ну посмотрю может уже завтра я вот тут тоже украила а потом сшила это алиса такую заказала с клубничкой то я просто я это как шаблон использую то есть вместо размера но я решила немножко подлиннее алисе сделать выше там не клубичку напоминает хотя очень ярко там я тоже хочу себе такую же фартуку слушай у нас в школе был кружок труд труд не круг урок уроки труда были и вот я помню что мы себе сшили на рукавники и фартуки а мы фартуки шили сейчас не знаю шьют но вот мы у меня тоже сшил себе фартуку но мы очень красиво у нас очень красиво учились шить ну во всяком случае фартуки но у нас был вот так вот квадратный знаешь не такой этот просто квадратный так тыц 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 у нас тоже квадратный вот и на рукавники еще я шорты сшила и шила юбку сшила в школе это где-то 7-8 классно это было учительница была хорошая по труду сейчас своего труда нету у нас еще это был как это называется ну у нас на тактаристов учили прямо в школе у нас вот курсы ну у нас посвящались этому вот в один или два дня один день недели я уже не помню постараешь мне надо будет все любить на это на это на это ну вот на это рюшечки вспоминаю как это сказать как это сказать ну правильно красивый будет фартов да ну это такой нарядный факт ну та я сама себе такую ткань выбрала здесь такую выбрала так вот я вот чтоб совпадали на него друзья по нашему обыкновению я читаю библию первое послание коринфянам шестнадцатая глава пятый шестой седьмой восьмой и девятый тексты приду к вам когда пройду через македонию я ведь через македонию собирался идти возможно содержусь у вас на или даже перезимую чтобы вы могли проводить меня потом куда я направлюсь я мог бы и ныне повидаться с вами но это была бы короткая встреча а я хочу и надеюсь побывать у вас если позволит господь подольше в эфесе же останусь я до пятидесятницы потому что открылись здесь предо мной большие возможности для успешного служения хотя и противников много такие слова друзья да как Павел собирается в гости обещается вот а как хочу побудить вас подольше если позволит Бог так тоже иногда обещаешь там друзьям что приеду приеду когда приеду друзья так же спасибо что вы с нами до встречи всем пока до встречи